Медальон Посмотрите, какой медальон на часовне Георгия Победоносца. Показываю ближе вам, может быть, кто-то интересуется такими старинными медальонами, гравюрами, и покажу вам эту часовню. Она, конечно же, закрыта. Написано, что постройка 1840 год и была реставрирована в 1935, так что ли? Вокруг опять эти коттеджи старинные, все дырявые, посмотрите, соломенные крыши у них. И вот так смотрится эта башня. Это мы гуляем по усадьбе Праори Бэй, кто интересуется. Вот ворота. Это не центральные ворота, это с другой стороны вход. Дождь льет. Сегодня, конечно, прогулка у нас не совсем удачная. Огромная территория принадлежит вот этому Праори Бэй на берегу океана. И вот эта вот башня. Повышенная влажность кругом на склонах, что везде вот такие вот стоит вода. И даже типа прудиков, что-то такое получается. Здесь яблочный сад, посмотрите. Смотрите, сколько яблок здесь. Вкуснящие. А что это за грибы? Понятно, что трутовики. А что за трутовики? Чем хорош английский лес? Тем, что англичане грибов абсолютно не знают. Вот у нас, я помню, на севере надо идти в такую рань, чтобы не было никого. А если выйдешь попозже, где-то часов в 10 в лес приезжаешь, уже идешь. Все грибы собраны, только пеньки срезанные. А здесь, пожалуйста, когда бы не пришел. Видели, какие они все перестоялые грибы? Для них что белый гриб, что поганка, что мухомор, что грусть. Все одно грибы несъедобные. У них съедобные грибы только в супермаркете. Все грибы имеют одно название – мошрум. Вот так. Других они не знают. Ну, может быть, шампиньоны еще знают. А больше все. Поэтому здесь, а у них, я помню, мне рассказывали, перерассказывали историю, когда давным-давно, может быть, лет 20 назад, тут приехали поляки, семья. А поляки же, конечно же, в грибах разбираются. И поляки там собирали грибы, здесь бегали радостно. И оказалось, что там что-то они взяли не то. И семья, целая семья поляков отравилась насмерть грибами. И вот эту историю пересказывают из уст в уста уже многие-многие десятилетия. И, в общем, конечно, никогда англичане грибов из леса не приносят. Я помню, есть такое смешное видео. Наша русская женщина снимает, которая замужем за американцем. Как она его кормит нашей едой. Давала ему там холодец, борщ. Он ничего не понимал. И рыбу вяленую плевался. Вот такая же история у меня была с моим мужем. Но вы знаете, как я его упрашивала попробовать грибы, когда я их принесла из леса. А я тогда принесла белых грибов. Он очень с опаской. Но он посмотрел, что я ем. И тоже попробовал. Ему так понравилось. Вы знаете, что он потом у меня все время просил. Принеси грибов из леса. Вот эти грибы вкуснее, которые из леса. Он понял и разобрался, в конце концов, что к чему. И он, конечно, мне доверял. Но все равно проверял. Вот когда бы я не приготовила грибы, я у него была как грибной человек. Я сначала пробовала сама. И потом только начинал он кушать. Понимаете? Чтоб не дай бог, что не случилось. Проверка была на мне. А вообще, конечно, гулять здесь по лесу красота неописуемая. И вот как-то, куда бы ни приехал, вот эти леса, они меня так радуют. И такие высоченные сосны просто напоминают Россию, вы знаете. Я помню, тут показывала как-то города английские. Ньюпорт, Вентнер, Шанклин. Райт. И вот мне там пишут. Ой, совсем ни одного деревца нету. Как же так? Ну да, вот деревца нет. Там все заасфальтировано. Там в основном палисаднички малюсенькие и цветочки высажены в клумбах. Но зато проехал буквально 10 минут на машине и, пожалуйста, лес первозданный. Покажу вам. Мы нашли здесь в лесу вот такие вот развалины. Посмотрите, как классно. Опять не поймешь. Старинные камни. Что это было? Остается только гадать. Здесь сыро. Подойти. Не знаю, можно ли подойти. Сейчас попробую подойти. Ага. Ну вот что это за... Наверху. Видите, голова горгульи, по-моему, да? Может быть, это церквушка какая-то. Да. Попыталась я туда спуститься, но там, вы знаете, болото. Вот эта трава. Сразу проваливаешься. Возможно, может быть, даже какой-то источник там у них. Потому что слышно, что журчит вода. Вот так интересно. Я все же подхожу поближе. С другой стороны из окошка. Сейчас вам покажу. Смотрите. Слышите, вода журчит. Вот такая вот здесь распятие Иисуса Христа. То ли это часовня, молельня. Вот так она выглядит. Не знаю даже, друзья. Но уже давно ничего не используется. Все завалено, заброшено. Много можно в лесу встретить, кстати, вот здесь у нас на острове. Говорят, это времен Генриха Восьмого. Вот эти все постройки. А может быть, даже раньше. Нормандия. Это одиннадцатый, двенадцатый век. И вот бывает, что просто часть стены вдруг торчит где-то в лесу. Или вот видите, такая часовня. Сколько лет этим камням, кто его знает. Вот видите, здесь обычный лес. Как много, множество других. Но этот лес на самом берегу пролива Ла-Манш. English Channel. Я сейчас буду спускаться вниз и покажу вам. С другой стороны. Ой, а посмотрите кто же. Какой огромный дуб. Боже мой. Потрясает просто своими размерами. Вон он какой. Да. Дерево, наверное, в пять обхватов. Это подойти и прижаться. Прижаться и плакать. Ну или зарядиться энергией. Заражаться. Заражаться энергией. И еще, что хочу сказать вам. Я показывала вам, как сейчас по-новому украшаются елочки на Рождество. Так вот, дубовыми листиками засушенными. Дубовыми веточками, друзья. Я опять взяла себе на заметку. Помимо еловых и сосновых шишек, буду в лесу собирать мох также. Покажу вам. В этом году буду опять декорировать все. И вот хочу дубовыми ветками с засушенными тоже свою елочку украсить. Интересно, особенно если эти ветки с желудями. Вот я буквально на две минуты выключила камеру, чтобы не идти долго. И посмотрите, вот я уже вышла. Вот он вам, пожалуйста, из леса. Сразу на берег океана. Я пришла вот оттуда. А тут посмотрите, какие страсти. Прайват опять, пропорти. Входа нет. А я не знала, с другой стороны зашла, и у меня и вход. И вот он океан. Боже, как красиво. Вот он, вот он океан. И, кстати, очень неудачно пошел дождь. Вообще погода испортилась, друзья. Уже конкретно осенняя погода. Ага, вон мы гуляем с Олей опять. И с собачкой Розочкой. С собачкой Розе. И Оля сегодня хочет даже искупаться. Вы знаете, вода теплая, хочу сказать. Вообще-то плюс 19. Я вообще-то в куртке. В свитере и в куртке. И Ольга сама тоже в куртке посмотрите. Но она любительница купаться. Она купается даже в декабре. Посмотрите на эту женщину. Она пошла купаться. Это Оля. Я не верю. Оля, теплая вода? Ой, кошмар. Но самое смешное, что вы же видели, она в куртке теплой. Мы дошли сюда. Я в куртке, она в куртке. Но пошла купаться девушка моя. Не боится. Хотя, вот прям я даже уверена, что вода теплая. И ничего страшного. И даже когда выходишь, чувствуешь себя лучше, чем когда заходишь. Несмотря на то, что ветер. Ну вот человек, давай. Спросить у нас, сколько градусов вода. Ну кто ж вам скажет. Ой, 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 ой. А тушь такой сильный пошел. Так, я пошла. Укрытие. Твоя хозяйка с ума сошла. Пошла купаться. Ну, что же это такое? Что же это такое? Посмотрите. Куртка. Теплая куртка. Человек снял куртку и пошел купаться на море. Ну, это ж смехота. Но это все было одно. Нам это привычно. Самое плохое то, что дождь пошел. Понимаете? А зонтики мы не взяли. Да, можно встретить вот такие вот магазины. Ферма. Ферма продает как бы свою продукцию. Я вам не показывала никогда. Ну вот давайте мы с вами зайдем и посмотрим. Обычно они пишут. Видите, вот у них что? Что у них тут яйца свежие. Даже написано крапин лобстер свежий. И вроде бы как смотрится все красиво. Обычно у них тут так все. При входе сделано. Украшено красиво. Это знаете, как бы сказать, такое сельское маленькое поселение. Вот смотрите. Можно здесь просто посидеть где-то. Там вот опять водичка течет, шумит. Но здесь сейчас дождь поубирали. Конечно, столики. Здесь были столики еще. Здесь такой типа, наверное, колодец, да? Вот смотрите. И сейчас покажу вам. Мы зайдем внутрь. Что здесь и почем продают. Я, конечно, не знаю. Да, вот эти вот их совы. Очень любимые англичанами. Популярные птицы. Лебеди, совы у них. Такие вот. Так. И вот такой вот малюсенький магазинчик. Смотрите. Что здесь продается. Все то же самое. Ну, вы знаете, я, к сожалению, даже не вижу цену. Хотела вам показать цену. Но не вижу, к сожалению. И потом, видите, написано. Только наличными оплата. Выбор очень маленький. Вот лук, картошка всякая разная. Ну, все. Морковка. Вот тут свекла. Не знаю я. Вот как-то англичане просто с ума сходят от этих вот таких вот магазинчиков. И якобы здесь все у них чудесно. А я посмотрела там. Ну, вот смотрите, яйца. Да, они говорят, что это у них свежие яйца. По-моему, то же самое, что и в магазине. Только дороже в два раза. Не стала я. Я уже была здесь. Не стала никаких крабов и лобстеров, которые они обещали. Там нет. Если цены там не написаны, я же не буду спрашивать за каждым огурцом бегать, сколько он стоит. Так, и там кролики малюсенькие продавались. Мороженое, перемороженое. Тушки кроликов. Вообще очень маленькие, мелкие эти кролики. И 17 фунтов за три штучки. Вот такие цены. Ну, и здесь вот этот фреш краб и лобстер, которые, это объявление меня так обрадовало. А там крабов, конечно, вообще нет. А лобстеры замороженные, малюсенькие, тоже 20 фунтов штучка. Да. Ну, и здесь у них, наверное, тоже. Ну, вот как раз это вот ферма. Видите, вот там у них поля эти капустные всякие разные. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Продолжение следует...